Третья часть семинара «Свобода от религиозного культизма». Сегодня 24 июля 2018 года. Да, но остается последняя минута. Буду подключаться уже. Слава Богу. Аллилуйя. Вот, приветствую всех, кто уже подключился. Так, сейчас включаю, запускаю прямой эфир на YouTube. Слава Богу. Слава Иисусу Христу, нашему Господу, Богу Спасителю. И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Господу. Приветствую всех вас, дорогие друзья, любовью Иисуса Христа. Я, архиепископ Сергей Журавлёв, предстоятель реформаторской православной церкви Христа Спасителя, нашей Киевской архиепископии, провожу семинар. Сегодняшним днём «Свобода от религиозного культизма». Моя главная тема в библейских школах, семинариях, институтах – это история христианства. Моя любимая тема. Я с удовольствием, при великим удовольствии делюсь этой темой. Но также часто меня приглашают в последнее время на вот такую тему, с такой темой. Именно «Свобода от религиозного культизма». Я не пробовал ещё проводить такой подобный семинар вот так вот онлайн, в прямом эфире, но вот дебют сегодня. Я думаю, что продолжу в последующие дни, я буду продолжать подобные семинары. Мне тоже очень понравилось самому. Вот именно отвечаешь на вопросы, свидетельствуешь, такое получается общение. И, пожалуйста, имеет возможность люди подключаться очень разные, с разных стран, с разных конфессий, динаминаций. И людям, которым вот так вот на какой-то другой площадке трудно себе представить, даже встречу, будем так говорить. А здесь, да, возможно, такая встреча. Слава Богу. Аллилуйя. И вот я свидетельствую о Божьем чуде. Но вначале прочту из послания Ефесян, 5 глава, 11 стихом написано. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Но и обличайте. То есть Божье Слово говорит нам. А это не просто послание Павла к Ефесянам, это послание Духа Святого. Во-первых, учит нас Божье Слово всегда самим не участвовать во зле. Не участвовать в бесплодных делах тьмы. Но второе, что от нас требуется, и обличать эти бесплодные дела тьмы. Чтобы люди действительно задумались. Ведь многие, слава Богу, по милости Господней, уже больше 20 лет я несу служение реформаторское такое, евангельское православное служение, обновленческое. Последние те годы, как архиерей, как именно архиепископ реформаторской православной церкви Христа Спасителя. Так вот, и по милости Господней, тысячи и тысячи людей уже слышали Слово Божье. Призывали имя Господа Иисуса Христа, как своего личного Спасителя Господа и Бога. Сотни и сотни людей освободились от всякого религиозного оккультизма, мракобесия, сектанства. Вот, и в первой части я сегодня говорил, рассказывал, можете посмотреть потом первую часть, с чего начинал я сегодня, собственно, с того, что рассказал вкратце, почему именно 24 июля я избрал для вот этого семинара. Не спроста, не просто так. Это не просто совпадение. Дело в том, что де юре, юридически будем так говорить, да, в христианстве, в историческом христианстве именно 24 июля можно назвать началом, официальным началом оккультизма в христианстве. Это было давно, это было, будем, ну, это опять-таки было недавно. Значит, в библейском Божьем исчисление два тысячелетия, так как всего лишь там два дня. Так вот, и, значит, это было в 451 году. Манипуляции с мощами, с останками великомученицы Ефимии. Эта девушка была к тому времени уже полтора столетия мертва. Так вот, манипуляции с ее останками стали уже юридическим, как бы, началом именно почитания мощей, почитания останков, человеческих фрагментов тел. Я был вовлечен в свое время в религиозную оккультную практику. В частности, в начале 88-го года я уже, будучи чтецом, первая степень священства в православии, степень чтеца есть, и, будучи чтецом и подьяконом, в Загорск приезжал с Орла, значит, и в Загорске нынешний Сергий Посад, это Подмосковье. Там семинария, академия тогда находились, и, в общем-то, я приезжал, собственно, больше в семинарию, конечно. Вот, но и с документами, и вообще на общение, и к старцам, всесоюзным тогдашним батюшкам Кириллу и Науму. Возле Наумы даже я находился некоторое время с его благословения. Он сам меня избрал, Наум, и сам меня благословил. И я, в общем-то, рассчитывал лишь только на беседы, краткие беседы от случая к случаю, как другие семинаристы, некоторые, допустим, приходили. Вот, но он благословил меня на послушание, быть возле него. Я говорю, батюшка, а что мне делать-то? Вот, матушки, понятно, они там что-то делают. А что я буду делать, семинарист молодой там? Значит, ничего, вот, просто слушай, наблюдай, слушай. Вот, я весь день просто слушал, видел, как сотни людей приходили к нему. Ну, ежедневно десятки людей имели такое плотное общение с ним, то есть, ну, он уделял им время. Это довольно было напряженно, конечно. Так вот, и там же, в Загорске, через Кирилла и Наума, и Германа, по-моему, еще Чеснокова был тогда, тогда уже бесов там гонял. В общем-то, через них, через этих старцев всесоюзных, я, в общем-то, и был вовлечен, вовлекался тогда активно в религиозную, оккультную практику. Тогда я молодой совершенно еще человек, знаете ли, закончил училище Орловское художественное, я художник по профессии своей, моя доцерковная специальность художник-оформитель. И, в общем-то, я и в ус не дул, что, значит, знаете ли, вот так вот моя судьба будет иная совершенно. Вот, но вот в 87-м, в 88-м годах все совершенно изменилось в моей жизни. Я приходил и до того, конечно, помогал священникам, как мог, больше как художник, наверное. Хотя, Лепешкина возле Орла, я там и читал, и пел на клиросе, помогал, как мог помогал в служении. Но знаете, что произошло? Я был погружен, стал погружаться в религиозную, оккультную практику и пропитываться религиозным оккультизмом. В частности, в Загорске тогдашнем, вот, в самое начало 88-го года, я помню, вот следующее происшествие. Там продавалось везде, вот, масло с мощей, значит, в то время мощей было, значит, нехватка в Советском Союзе, вот, значит, и, в общем-то, хотя уже перестройка полным ходом шла, тогда уже Горбачев, значит, был у власти, значит, и, как бы, и некоторые храмы стали открываться, значит, вот в этом как раз была загвоздка, что мощей-то не было. Вот, значит, из-за границы особенно не привозили мощи тогда еще, хотя уже с Греции, я знаю, привозили некоторые архимандриты, в частности, архимандрит Авель привозил тогда чемоданами эти мощи, вот, ну и всякую нечисть привозил. Так вот, и я участвовал в этом, я видел это, во-первых, хранилище мощей, мне показали хранилище мощей в Загорске, вот, и я видел и до того, конечно, мощи, и сам прикладывался к мощам Сергия Радонежского, своего небесного тезку я почитал в то время. Я и сейчас почитаю этого праведника, моего брата, но я ни в коем разе не молюсь ему и никому другому не молюсь. С 96-го года зарекся, когда по идейным соображениям я вышел из традиционной православной иерусской церкви, Московского приорхата, я зарекся, все, никогда больше не буду молиться никому, только лишь к Богу, только к Богу одному, все. Все, для меня один Иисус Христос, путь истинной жизни, все, никакие святые, никакие вот эти вот ангелы, при всем уважении к ним, нет, нет, никто из них не может спасти меня и не быть ходатаем, и один ходатай посредник к Богу, это сам Иисус Христос, все. Дима пишет вопрос, отче, снова мир вам, вопрос по оккультизму внутри церкви, является ли оккультной практикой посты в определенное время и дни, или это память о пути Христа все же? И второй вопрос, ну дальше пишет еще брат, видно. Вот, по поводу практики оккультной постов, посты могут быть тоже, к сожалению, увы, оккультной практикой, смотря что Дима имеет в виду. Вот, если к постам относиться именно, значит, традиционалистские, будем договорить, да, значит, как просто к традиции религиозной, то это, ну, там до общения с бесами один шаг всего лишь. Тем более, что на практике так и иного происходит. Почему не все иудеи приняли Иисуса Христа как Машеха? Да, пришел к своим, но свои не приняли, но не все, правда. Тем, кто приняли, дал власть быть чадами Божьими, которые родились уже не просто от своих еврейских мам и пап, а родились уже от Бога. Вот, и эта трагедия была предсказана тоже пророками, и действительно, ожесточение произошло отчасти. Я знаю, что ради этого спасение язычникам открылось для многих народов, и я молюсь за Израиль, молюсь за мой еврейский народ, и я верю, что в последние дни Господь откроет, как никогда, вот именно спасение для еврейского народа. Это будет огромное духовное пробуждение, неслыханное до сели духовное пробуждение сынов Якова. И, в общем-то, я жду этого. Хотя на сегодняшний день, вот сейчас 2018 год, да, на сегодняшний день именно еврейский народ, один из самых евангелизируемых и один из самых обращенных к Машеху, принявших Иисуса как Христа настоящего. В США, допустим, где большая часть евреев проживает на сегодняшний день, вот, то в США порядка 10% населения, по некоторым источникам даже более чем 10% уже еврейского населения именно в США являются либо христианами, либо членами мессианских конгрегаций всевозможных, общин, синагог, так или иначе. То есть это люди спасенные, евангельские мыслящие, библейские верующие, принявшие Иишуа как настоящего Машеха, Иисуса как настоящего Христа и Спасителя и Господа. Здесь в Украине киевская еврейская мессианская община, мега община, множество раз, десятки, я знаю, церквей, таких мессианских церквей, мессианских синагог, мессианских общин. Мессианское движение в Украине и на постсоветском пространстве в целом впечатляет. И в Восточной Европе в целом, значит, и в Западной Европе также. В США в последней моей поездке в Америку я проповедовал в мессианских общинах, мессианских синагогах. И знаете ли, мое сердце просто ликовало, просто радовалось. Я, тем более это было нежданно-негаданно, я, в общем-то, планировал изначально проповедовать в одной из синагог мессианских. Но ни с того ни с сего открылись двери мессианских общин, синагог по всей Америке для меня. И я стал проповедовать довольно странно. Я не мессианский служитель, хотя эта часть тоже, мне очень нравится служение моего. Одна из ипостасей моих – это мессианское служение. Но мое главное, приоритетное служение всегда вот эти годы, именно реформаторское православное, евангельское православное служение. Так вот, и я повторяю, что на сегодняшний день большая часть все-таки, да, значит, евреев так иначе слышало Евангелие и слышат Евангелие. И вот такие проценты у нас. Я верю, что перед пришествием Ашиаха, перед его возвращением славным, приславным, действительно пробуждение еврейского народа состоится. А ожесточение произошло, ой, Евангелие частично нам раскрывает эту тайну. Какая-то не тайна. Зависть религиозных деятелей, зависть, действительно зависть религиозного, действительно косность, нежелание, оно в любом народе есть. Но наипаче в еврейском народе, конечно. Вот, согласно Библии, опять-таки, и первые пряники, и первые кнуты всегда достается первенцу, вот, Израилю непосредственно. И, действительно, Израиль ожесточен сейчас. Религиозное вот это руководство, конечно, да, священство. Хотя многие священников покорились вере, но, к сожалению, остались, большая часть осталась именно в оппозиции к Ашиаху, к Господу Богу, в конце концов. Значит, и стала создавать свою религию, особенно раннее средневековье, полно этих свидетельств. Именно, по сути, иудаизм, современный иудаизм, ортодоксальный иудаизм, в разных его направлениях. Это, по сути, попытка тогда, еще раннего, в раннем средневековье, искушение создать свою религию без Бога, по сути. Религию свою в оппозиции к Богу, к Ашиаху, к Спасителю. Вот, закрывать глаза, попытка закрывать глаза на, ну, очевидный факт, что Иешуа и есть тот самый Ашиах. Иешуа и есть Ашиах, Спаситель Господь всех нас. Вот, но, вот это вот, и религиозный оккультизм, скажу так, иудаизма, это высший пилотаж, скажу так, оккультизма. Я не сильный знаток иудаизма, но я общаюсь с мессианскими служителями, которые уже всю жизнь положили на мессианское служение. Рекомендую вам посмотреть, послушать лекции, Дима, значит, Бориса Саулча Хрисенко. Это местный киевский раввин, мессианский, старший раввин мессианской киевской общины. Он очень доходчиво эту тему раскрывает. Я, по милости Господне, тоже раскрываю эту тему, но это в других семинарах уже. Израиль и церковь, церковь и Израиль. Вот, об этом тоже говорю я. Вот, и по поводу религиозного оккультизма в иудаизме, это отдельная статья, в исламе это отдельная статья. В любой религии своя оккультная практика какая-то присутствует определенная, вот, значит, больше или меньше степени. Но печально то для меня, как для христианина, и как для еврея, и как для христианина, как для православного священнослужителя, печально для меня то, что новозаветная церковь в эпоху благодати, одаренная Духом Святым умудрилась наступать на те же самые грабли, ой-ой-ой-ой-ой, и попасть в те же самые проблемы, только в еще худшие проблемы. И исполнились притчи Иисуса Христа буквально, и вскисло все, и закваска порока и лукавства, закваска фарисейская, судокейская и иродова, так или иначе по всему телу Христа распространились, и вскисло все. Но, по милости Господней, Бог нам дал свое слово, Бог нам оставил не только свое слово, а и самого себя, Он с нами во все дни до скончания века, и по милости своей Он спасает души людские, даже в те, может быть, злые времена, эпохи, когда, казалось бы, все отступили, как помните, ничего не нового нет на земле, помните, Илью Физвитянина, пророка, который считал, что он один остался, и его души ищут, но божеский ответ его обескураживал, божеский ответ был иной, нет, Илья, Ильяху, ты заблуждаешься, ты не один, ты не один в поле воин, есть еще тысячи людей, которых я соблю для себя, которые колен предвалом не склоняли, и в любой эпоху, хотя мы можем отметить какие-то единицы, допустим, я уже вспоминал на сегодняшнем семинаре Яна Гуса, великого сына чешского народа, предтечу Великой Реформации 16-го столетия, который за сто лет до Лютера поднимал знамя Реформации, так вот, значит, мы можем вспомнить Яна Гуса, Иеронима Пражского, можем вспомнить кого-то еще там, из там, ну, до того еще Джона Уиклифа, конечно же, да, старшего современника, безусловно, и лолардов, значит, английских, можем вспомнить, не лордов, а лолардов, да, вот этих, виклифистов, будем так говорить, да, значит, книгонож и вообще распространители Евангелия, евангелистов тогдашних, виклифистов английских, светлые личности, десятки людей, которые, имена которых вошли в историю христианства, именно вот, ну, как светильники, светлые звезды такие, слава Богу на небесах, аллилуйя, но, есть еще и тысячи в ту же самую эпоху, есть тысячи и тысячи тех, которых именно мы не знаем, но Бог знает, которые колен перед валом не склоняли, которые поклонялись Господу Богу, во всякое время, даже двое или трое, если собрано во имя Его, это уже церковь Бога Живаго, вопрос, интересно, здесь на Фейсбуке, я попеременно буду считать, хорошо, на Фейсбуке, здесь, значит, вопрос, один из вопросов, интересный очень, что означает кождение, кождение дымом, на похороны всегда становится как-то жутко от этих всех ритуалов, не раз виделось землю с кладбища на столе, в тарелке, пока отпивают покойного, какие-то повязки на иконке и прочее, ну, вообще-то тема, да, увы, времени мало, но скажу, что сами по себе молитва за упокойные, сама по себе идея вымаливания умерших живыми, она абсурдна, она антибиблейская, она евангельская, она оккультная, сама эта идея, и проистекающая из нее, из этой идеи практика, вымаливание молитвы за упокой и все эти ритуалы, недаром вам это страшно, любому нормальному человеку с нормальной психикой страшно становится, конечно же, знаете ли, это ненормально, когда уже не страшно, а еще тем более ненормально, когда это кажется хорошим чем-то, это уже прямой признак именно оккультной зависимости, общения с бесами, я имел, к сожалению, подобную практику, молился за упокой, я много, потому что я сам вырос в семье атеистической, в моей семье люди, будем так говорить, ну, было за кого мне молиться, как я считал, за упокой, вымаливать, и став иереем, именно священником, в 91 году, это были последние месяцы Советского Союза, я уже служил священником в городе Рязани, тогда первые месяцы своего священства я проходил служение в Борисоглебском соборе в городе Рязани, тогда на всю Рязань было всего лишь два храма-то действующих-то, вот наш Борисоглебский собор и Скорбященская церковь, вот и все, поэтому людей много было всегда, приходило, и очень часто это все за упокойные были служения, а Кладбищенская церковь, там вообще 90% всего дохода этого храма, это за упокойные служения, и поэтому многие священники, даже если понимают умом, что это грех, что это неправильно они делают, что это оккультная проблема, я скажу так, что многие священники вопрос этот для себя, по крайней мере, задают, вот, и когда общаюсь, так тет-а-тет, лицом к лицу, то действительно люди, некоторые это признают священники, слава Богу, но, к сожалению, авоз и ныне там, знаете ли, как говорил один из реформаторов, обновленцев еще начала 20-го столетия, что вся беда у нас в том, что большинство наших священников живет по принципу, до нас положено, и лежи оно во веки веков. Александр Веденский это говорил, еще во дворце Урицкого выступая, в Таврическом дворце тогдашнем, вот, в Петрограде. Протестантского пастора, а, в исламе не принято что-либо просить у дворца, их намаз это прославление Бога, там даже меньше оккультизма, чем в РПЦ, вы смотрели фильм «Богоискание славянских народов» и «Служение пастора протестант», я не только смотрел «Богоискание славянских народов», а и являюсь консультантом этого фильма, этого сериала, значит, и, в общем-то, даже больше того, именно с Александром Шевченко, моим старым товарищем, именно этот сериал мы обсуждали еще до его рождения, и я имел честь быть первопроходцем в этом. Первые часы съемок, будем так говорить, это были мои часы, значит, и они, правда, взяли потом, этого, ну, будем так говорить, человека за кадром, который очень с хорошей дикцией, и очень так вот он все зачитывал, но, в принципе, как консультант, этот фильм во многом я тоже рожал, вместе с Шевченко Александром, вот, значит, но Шевченко пошел еще дальше развивать эту тему, вот, и, значит, по поводу ислама не все так, ну, будем так говорить, как принято считать, исламскую культуру я более или менее знаю, вот, и, в общем-то, общение с бесами, что в исламе, что в христианстве, в общем-то, это одного поля ягода, будем так говорить, но, к сожалению, в РПЦ именно вот практика, вот, как вот был вопрос задан уже на Фейсбуке, вымаливаний умерших, и вот эта вера в мытарство, или, как вот западные наши братья говорят, чистилище, да, чистилище, мытарство, ну, это, в принципе, хрены резки не слаще, это одного поля ягода, это все одна и та же проблема, значит, религиозного культизма, именно идеи вымаливаний умерших живыми, вот, и, знаете ли, религиозные словоблуды обычно вырывают из контекста тексты из Писания, даже Иисуса заставляют работать на себя, берут слова Иисуса, значит, что Бог не есть Бог мертвых, а Бог живых, и тут же делают такие неправильные выводы, вот так и так, смотрите, раз Бог не есть Бог мертвых, а Бог живых, значит, у Него все живы, значит, мы молимся не за умерших, а за живых, просто в другом измерении находящихся, как бы, ой-ой-ой, вот это религиозное словоблудие погубляет миллионы и миллионы душ, и позволяет сатану впустить в сердца миллионов людей, общение с бесами делает, ну, доступным для самых широких масс трудящихся, как говорится, вот, и насчет священства, я считаю, что самые большие грешники, это мы священники, самые большие на земле грешники, это мы священнослужители, самые-самые большие грешники и самые отвратительные грешники, это не пьяницы, это не убийцы, это не, значит, там, казнокрады, коррупционеры, никто еще, нет, это мы священники, самые страшные грешники, потому что, вот, даже если брать старые времена, представьте, вот, брать даже евангельские события, Слушайте, друзья, куда уж дальше? Я даже не говорю сейчас про коррупцию и про все, что творится в церкви. Я говорю даже про те евангельские события. Слушайте, невольные очевидцы воскресения Христа пришли к священствам, пришли к священникам и сказали, что вот Христос воистину воскрес. Мы видели, да, они люди не заинтересованы никак. Это было понятно, там дураку было ясно, что эти люди, они говорят правду, но священники не просто не поверили им, они не поверили, но остались при своем ожесточении. Они дали им денег, мамона все покроет, дали им денег и сказали говорить неправду, заведомую ложь. Так и так, мол, не воскрес, никак не воскрес, а мол, проспали, прошляпили, пришли ученики, похитили. А наверху там с властями мы сами замнем все это дело. Знаете ли, деньги закрывают глаза. Это как кто-то из полководцев говорил, что там, где город, который не может взять большая армия, возьмет осел, нагруженный золотом, он возьмет этот город. То есть, на самом деле, мамона, подлая мамона. И вот, в общем-то, один из ответов таких тоже. И разрешено, Дима пишет, ли отпевать людей, совершивших самоубийство. Опять-таки, и да, и нет. В канонических и неканонических разных православных ветвях разные мнения на эту тему. Но, опять-таки, мое мнение, если спрашивать именно мое мнение, не просто православных и священнослужителей, а мое мнение, то я отпеваю всех. Но не в смысле вымаливания умершего или умерших. Нет, я этим не занимаюсь уже с 96-го года. Да, я молюсь на похоронах, это похоронное служение. Я молюсь Богу, благоставляю Бога. В молитвах вспоминаю умерших, но я молюсь, обращаюсь к Богу и не вымаливаю эти души. Я просто благодарю Бога за жизнь, которая была, и говорю Господу, что Он есть судья праведный, что всякое доброе дело, да, Он помнит и знает, и прочее, прочее. Из текстов из Писания беру, Лазаре и Богаче другие тексты из Писания беру. И приоритетно на похоронном служении это хвала Господу, во-первых. И второе, это проповедь Слова Божьего, особенно неверующим, потому что на похороны чаще всего, большей частью люди неверующие приходят, или ищущие, на пути к Богу, будем так говорить. Здесь вот, в Киеве, мы жили еще на Харьковском массиве, там, значит, там, и снимали квартиру, и, значит, один из, произошел такой инцидент, это было давно, это еще конец 90-х, или начало 2000-х, начало 2000-х, наверное, уже все-таки было. Среди бела дня убили тренера здесь по регби, вот, значит, и, значит, один из спортсменов, он сам, так, на пути к Богу был, вот, православный товарищ, но на пути к Богу, вот, а его жена евангельская верующая женщина, и она, как евангельская верующая, знала меня, что я посещаю протестантские церкви, проповедую Слово Божье, вот. И она порекомендовала мужу своему, чтобы тот перед тренером и перед всеми, там, ну, кто там тренера, будут эти, организаторы этого похоронного служения, чтобы меня пригласили. Я согласился, здесь стадион «Спартак» есть в Киеве, значит, я проповедовал там, там тысячные собрания было, со всей Украины автобусами съехались эти спортивные всякие группы, молодежные, подростковые, юношеские всякие, ну, эти вот всякие, да, эти взрослые команды были. Команда Франции была в полном составе, фактически была, значит, по регби, потому что этот тренер, он тренировал и там, во Франции, значит, они его хорошо знали. Вот, значит, поэтому еще с переводом на французский язык еще проповедовал, еще к тому же, вот, значит, и масса людей, где так соберешь целый стадион народу, вот, а это было похоронное служение, это, знаете ли, такое, гражданская панихида, так называемая. И я там отпевал, будем так говорить, я, как, молился Богу, пел евангельские песни некоторые, пел со святыми в покое, значит, и пел тут же. В небесах, в небесах, отчизна моя в небесах. Сказал слово Божье, сказал, что мы сейчас прощаемся с величайшим тренером, потому что там одних орденов, всяких наград было немерено. Вот, вот этот круг весь стадиона, да, полкруга стояло лишь этих медалей всяких, люди с медалями, с этими подушечками. Вот это, да, думаю, вот это человек заслуженный, какой на самом деле тренер был. Но, говорю, знаете ли, прощаясь с ним, я хочу сказать слово о самом величайшем тренере в истории вселенной, не только Украины, в истории всей вселенной. Это Иисус Христос. Весь стадион каялся. Все повторяли молитву покаяния, некоторые со слезами, некоторые просто, но один Бог знает сердца человеческие. Через буквально там пару месяцев возникла юношеская команда по регби. Школьники сами создали эту команду, они назвали команду Христа Спасителя и написали, что мой тренер Иисус Христос. Думают, слава Богу, знаете ли, вот тебе похоронное служение. Вот, ну это один из таких вот эпизодов. В служении, да, благоставляю, Дмитрий. Ну, и я тоже завершаю сейчас эту часть, потому что видео долго обрабатывается, у меня очень слабый сейчас ноутбук, значит, и очень долго все обрабатывается. Ну, в смысле, перегружена уже информация уже. Благоставляю всех вас во имя Иисуса Христа. Поэтому прошу сейчас Бога Всемогущего о том, чтобы те, кто имел практику подобную, от нее отстали. Если вы молились до сегодняшнего дня, молились за упокой, пожалуйста, с сегодняшнего дня все, скажите, Боже, прости меня, больше не буду никогда так молиться. Буду молиться только за живых, буду молиться за здравие, не за упокой. И буду, если на похоронах, то буду лишь славить Тебя, Господь, и проповедовать Слово Твое. И свидетельство о том, что Ты совершил в моей жизни. Слава Иисусу Христу. Бог не есть Бог мертвых, Бог живых. У Него все живы, но у нас нет, у нас есть мертвые, есть живые на земле. Вот, и никакое общение между нами, никакой спиритизм, он Богом не одобряется. Больше того, осуждается, это грех. Вот, и ничего, кроме спиритизм, кроме проклятия не может принести. В первых частях я упоминал трагедию царской семьи, столетнюю годовщину, вот, недавно мы отмечали этой трагедии, расстрел царской семьи. Так вот, спиритизм Николая, мало кто знает, что Николай II, последний русский царь, свое царство начал со спиритизма, общаясь со своим покойным батюшкой, с Александром III. И через этот спиритизм он сам увлекся фатализмом, он имел общение с бесами, ему везде все мерещилось, эти пауки, паутина. Вот, врачи это списали впоследствии и историки на удар головой о палубу во время путешествия и нарыв на голове был, потом была операция хирургическая и все прочее. Но на самом деле проблема лишь усугубилась, потому что хирургически общение с бесами не удалишь. Это должно быть удалено из сердца, из разума и через слово Божье. А так как он был, последний русский царь и его жена были антисемитами ярыми и ярыми антиевангелистами, антибиблеистами, будем договорить, гнали евангельских верующих и евреев, то это провоцировало еще большее общение с бесами и вот эта Гришка Распутин и прочее безобразие, это все как бы неизбежное, будем так, следствие, безбожие последнего русского царя. К сожалению, вся семья пострадала, особенно детей жалко, представляете, расстреляли всех, безбожники и коммунисты. Но безбожники и коммунисты лишь продолжили то, что делал последний русский царь. Они лишь продолжили коммунизм, как вот Александр Борисов в своей книге «Побелевшие нивы. Размышления о русской православной церкви», московский протеерей, соратник Александра Меня, он писал, интересно, что мы, как церковь, мы породили Советский Союз. По сути, так оно и есть. Вот, но и поэтому время начаться с Дома Божьего и очищение тоже именно с Дома Божьего. Допустим, по поводу оккультизма тоже много всего, еще больше дальше скажу. Да, друзья, будет последняя часть еще. В 18.00 по киевскому времени подключайтесь на последнюю, четвертую часть сегодняшнего дня. Все, мир всем вам. Благоставляю всех вас. До благословения.